Первые впечатления от игры. Победа в Слуцке, победа на ноль. Мы по-прежнему на первом месте. Главная победа. Если рассматривать то, что нам в край кровь с носом нужны были три очка, поэтому результат положительный и все хорошо. По игре, конечно, вопрос. Не умоляю заслуга соперника, но мы должны были забивать больше и не так нервно играть. Команда хорошая, мы имеем в виду футбол. Не знаю, какие причины объективные, субъективные, но сегодня как-то футбол, как мне показалось, и с лавочки. И потом, когда я вышел, немножко сумбурно получилось. Столько выходов, столько моментов надо было забивать. И мне в том числе. Ну, двигаемся. Есть над чем работать. Даже, может, лучше, чтобы мы не расслаблялись, не думали, что у нас все прекрасно, все хорошо, что мы там всех обыгрываем. А эта игра показала, что у нас есть вопросы по игре, особенно в той части, когда команда вся в обороне, 9-10 человек, и скрыть эту оборону. Немножко в первом тайме в начале были проблемки. Но, если раз повторюсь, главное три очка. Двигаемся дальше. У тебя в втором тайме супер момент головой. Это от того, что ты очень редко завершаешь головой такие подачи? Ну, суперредко, да. Завершая. Но там, по-моему, немножко толчок был. Избил, я глазом пробил. Я себя лбом пробил, может, залетел бы. А так, то ли защитник, то ли как-то, как спину толкнули немножко, и мяч прилетел мне в глаз. А глазом я еще не забивал никогда. Да, поэтому... Надеемся, что в следующий раз забьешь. Выход со скамейки, такой экстренный, как-то повлиял на тебя, имею в виду, на то, как ты вышел. Я всегда в любую минуту с первой и по 90-ю готов выйти на поле. Мне без разницы, на какой выходить, в старте, на замену. Поэтому я был готов и морально, и физически. Только рад, что так получилось, что я вышел. Конечно, плохо, что получил травму наш игрок, но для меня хорошо, что я вышел и сыграл больше тайма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!